Вот уже 4 дня идет масштабная уборка несанкционированной свалки на территории садово-огороднического массива. За это время было вывезено более 30 таких машин емкостью 15 кубических метров. Суммарно получается 500 кубических метров мусора. Крупная несанкционированная свалка находится недалеко от дачного массива. Мусор сюда постоянно свозили как жители дач, так и горожане. Масштабная акция по уборке территории инициирована активистами проекта «Чистая страна». В первые дни работала крупная техника. На четвертый день был проведен субботник. Территорию помогали убирать горожане. В районе свалки очень много мелкого мусора разбросано между деревьями. Там, где техника просто не сможет его взять, поэтому потребовалась помощь людей, то есть рабочей руки. И в этом случае мы обратились за помощью к горожанам. К сожалению, у нас подвела погода и под определенным дождем вышли убирать немногие. Но тем, кто в Соке пришел, им огромное спасибо. Сегодня мы закончим с уборкой свалки. Я думаю, это настоящая победа. Сильный дождь не помешал субботнику. Хотя активистов было не так много, всего семь человек. Среди них и владельцы земельных участков. Елена и ее муж давно обратили внимание на эту проблему. Я самая первая была инициатором. Кричала «Сос, помогите!» У нас экологическая уже катастрофа, потому что масштабы мусора такие, что свалки этой, что уже дальше некуда было. Сейчас мусора стало значительно меньше. На территории теперь установлен контейнер для отходов. Кроме того, постоянный мониторинг ситуации ведут активисты. Сюда уже стали, конечно, меньше вывозить, потому что активисты у нас за этим. И в виде ловушки ставят, и в прошлом году ловили, и в этом году ставят. И все постоянно по очереди ездим, проводим патруль. В прошлом году фотоловушка одного из неравнодушных жителей города Андрея Спирова зафиксировала момент незаконного выброса мусора. После этого было подано обращение в правоохранительные органы. В прошлом году поступало два обращения граждан о несанкционированных свалках, которые были выполнены самими же гражданами, но в дачном поселке. В обоих случаях были приняты меры административного воздействия указанным лицам. В ближайшее время на месте, где находилась стихийная свалка, появятся новые фотоловушки. При фактах незаконного выброса мусора будут составлены обращения в прокуратуру. Эдуард Хажеев, Андрей Бучинский, Новости Губкинского.